Друзья, всем добра и мудрости! Приветствую вас на канале обучения и саморазвития. И сегодня мы поговорим о том, как понять друг друга. Вопрос, как понять друг друга, актуален сегодня для многих пар и семей. Очень многие люди осознают, что не могут понять своего партнера, как бы ни старались, и проблема кроется именно в этом. Как же понять друг друга и установить, наконец, долгожданный мир в семье? Что делать, если непонимание омрачает жизнь? Какие способы помогут понять друг друга? Наш портал саморазвития постарается помочь вам в этом нелегком деле. Ведь как часто приходится в семьях, люди вроде бы сильно любят друг друга, искренне хотят быть вместе и уж конечно желают жить мирно, без конфликтов. Однако порой конфликты разгораются буквально на ровном месте из-за казалось бы сущих пустяков. Супруги никак не могут договориться об элементарных вещах топчутся на одном месте. Напряжение и взаимное раздражение нарастает, что в конечном итоге может привести к расставанию пары. Самое главное, что стоит уяснить каждому, кто вступает в серьезные отношения, это простая на первый взгляд аксиома «другой человек – это не вы». Более того, он даже не ваша часть. Вторая половинка – это лишь красивое название и, по сути, человеческое заблуждение. Каждый человек отличается от другого человека. Как бы ни были вы похожи со своим партнером, все-таки различия у вас есть, и они порой просто огромны. Важно понять это, если вы действительно хотите понять друг друга. Не нужно пугаться ваших различий, ведь это абсолютно нормально. Подумайте сами, каждый человек воспитывался по-своему, перенимал традиции и привычки от членов своих семей, друзей, окружения из книг и кино и т.д. И на основе полученной информации у него сформировалось его собственное индивидуальное мировоззрение, а также система ценностей, приоритетов и взглядов на жизнь, на различные предметы и явления. И мировоззрение это имеет полное право отличаться от вашего. Так и получается, что то, что важно для вас, не имеет никакого значения для близкого человека. И наоборот. У двух человек в паре могут быть разные жизненные ценности и приоритеты, которые мешают понять друг друга. Казалось бы, это очевидно и даже не заслуживает отдельного упоминания, однако почему-то большинство людей упускают этот факт из виду, осуждая своего партнера за неподобающее поведение. Например, муж возмущается, что жена не хочет бросать свое бестолковое, не приносящее денег хобби ради него. Причем зачастую он пытается убедить жену, приводя в пример себя «Я же забросил свое любимое занятие ради тебя». Жена обороняется, старается донести до супруга, что любит свое хобби, что оно радует ее и наполняет энергией, что она никогда не бросит его. Оба супруга искренне не понимают, почему в этой ситуации так сложно договориться. Муж недоумевает, зачем жене сдалось хобби, которое не приносит денег, а чаще наоборот требует определенных материальных вложений. А жена не может взять в толк, почему супруг так прицепился к ее безобидному любимому занятию, на которое она тратит не так уж много денег, зато получает огромную радость и вдохновение. Самое интересное, что никто из супругов не является плохим или хорошим, просто они имеют совершенно разные системы ценностей. В данном случае безоговорочный приоритет для мужа – это деньги. Хобби для него – баловство, которым ради прикола иногда можно заняться, но если в жизни супруга не будет хобби, он и не заметит. А для жены хобби – это важнейшая часть жизни, это сфера, в которой она получает гораздо больше, чем деньги – радость, вдохновение, энергию. С точки зрения супруги, финансовые вложения в хобби – это мелочь по сравнению с тем, сколько позитива это занятие ей в итоге приносит. Как же понять друг друга в такой ситуации? Что делать, если нет понимания в семье? Решая подобный конфликт, важно понять, что картина мира в голове вашего любимого человека совсем не такая, как у вас. Это не значит, что она неправильная, она просто другая. Вам нужно понять, то, что для вас может не иметь никакого значения, архиважно для вашей второй половинки. Если вы пытаетесь лишить ее значимой для нее сферы деятельности или ресурса, вам следует по меньшей мере предложить достойное возмещение ущерба, достойное, опять же, с точки зрения вашей второй половинки. И если вы любите человека, может быть, в некоторых вопросах не обязательно понимать его, а важно принимать его позицию. Другими словами, лучше всего просто принять человека таким, какой он есть. Разумеется, в том случае, если он не делает чего-то такого, что для вас просто неприемлемо, например, уходит с головой в азартные игры и проигрывает все семейные деньги. В этой ситуации лучше всего разойтись, не мешать друг другу счастливо жить и делать свой собственный и осознанный выбор в этой жизни. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Жизненных примеров непонимания в семье очень много. Один из них – это ультиматум типа «или я, или». Например, выбирай «или я, или твои дурацкие друзья», часто говорят жены своим мужьям. И считай, что абсолютно правы, ставя вопрос таким вот образом. «Ведь я ради тебя почти перестала общаться со своими подругами, чтобы больше времени уделять тебе. Видишь, я тебя люблю. А ты меня, получается, нет, если так же не можешь отказаться от своих чокнутых друзей. Но я ведь не просил тебя об этом», – удивляется муж. «Меня и не надо просить, я знаю, что тебе было нужно именно это», – возмущается жена. Назревает конфликт, и супруги не могут понять друг друга. В данном случае жена не понимает, что вторгается в личные границы другого человека, в данном случае мужа, и пытается там что-то решать без воли хозяина этих границ. Она считает, что супруг точно такой же человек, как и она, что для него друзья значит так же мало, как для нее подруги. И поэтому отказаться от них ему должно быть легко. И это очень странно, ведь даже широко известная народная мудрость, так часто срывающаяся с уст практически каждого человека, гласит, «по себе людей не судят». А мы в большинстве своем только и делаем, что сравниваем себя с другими и пытаемся судить их по себе, измерять их своими мерками. Ну не глупо ли? Для наглядности давайте представим себе вашу собственную квартиру. Допустим, вы живете в ней один или одна. И вы расставляете вещи в ней по своему собственному усмотрению. Что-то должно всегда быть под рукой, что-то лежать в шкафу на доступных местах, что-то же заброшено вами на антресоли и достается оттуда очень редко. С какими-то вещами вы готовы распрощаться и безжалостно выбросить, а какие-то бережете, как зеницу ока. И вдруг к вам в квартиру заходит любимый человек и нагло, не спросив разрешения, начинает передвигать мебель, перекладывать с места на место вещи, требовать, чтобы вы немедленно купили и поставили в центр зала огромный комод, а любимое пианино выбросили на помойку. Вы, не желая конфликтовать с тем, кого цените, пытаетесь спокойно и вежливо объяснить, что не хотите менять обстановку, что вам удобно держать под рукой определенные вещи, что мебель в квартире расставлена не в произвольном порядке, а так, как вам нравится. Комод вам вовсе не нужен, потому что все необходимое умещается в шкаф, и пианино не надо трогать, ведь по вечерам вы на нем играете. Но человек вас будто бы не слышит и продолжает, ворча, наводить порядок в вашей квартире. В данном случае нарушение личных границ – это причина непонимания между вами и любимым человеком. Чему она приведет в итоге? Вы, в конце концов, не выдержите, начнете кричать на помощника, силой отбирать у него то, что по праву принадлежит вам, толкать его и бить по рукам. И правильно поступите, потому что ведь это ваша квартира, и командовать здесь имеете право только вы. Как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но эта простая истина почему-то не дается вашему любимому человеку, и он, смертельно обидевшись, убегает прочь, напоследок пнув пианино и плюнув на вашу любимую картину. Абсурд, не так ли? Однако почему-то, приходя в гости даже к самым родным и близким, мы не ведем себя так, как описано в примере выше, это просто не приходит нам в голову. Но поступать так же с мировоззрением любимого человека для многих – занятие привычное и порой даже благое. Что же делать, чтобы избежать непонимания? Ответ прост – уважать личные границы другого человека. Помните, что вторгаясь в границы другого человека и пытаясь установить там свои порядки, вы в скором времени можете оказаться далеко за порогом этих границ, как изорвавшийся гость, грубо выставленный из квартиры хозяина. От вас отдалятся или даже бросят, и винить в этом нужно будет только себя самого. Что может помочь вам понять друг друга и разрешить конфликты? Во-первых, осознание, что вы делаете для другого человека, а что конкретно для себя. Чтобы пояснить эти слова, вернемся к случаю с женой, которая бросила подругу ради мужа. Он не просил ее об этом, она сама приняла такое решение. Видимо, подруги ей и раньше были не очень-то нужны, общение с ними просто помогало ей, когда она была одинока. Но вот она нашла любимого мужчину и вышла за него замуж. Общение с подругами стало ненужным, и в каком-то смысле даже обременительным, и женщина от него отказалась. По факту она сделала это ради себя, а не ради мужа, а значит не имеет права требовать от него поступить так же с его друзьями. Ведь для него друзья были по-настоящему важны, и ему никогда не приходило в голову ставить жену и друзей на противоположные чаши весов. Жена – это жена, а друзья – это друзья. В жизни должно быть и то, и другое. Первый способ и ответ на вопрос, как понять друг друга, заключается в следующем. Если жена чувствует, что ей не хватает внимания мужа, общение с ним, совместных мероприятий, ей следует сказать ему об этом прямо и откровенно. Предложить варианты совместного досуга, попросить побольше общаться с ней после работы, заниматься чем-то вместе, а не устранять возможные причины невнимания. Ведь по факту отказ мужа от общения с друзьями может и не решить саму проблему. Например, если супруг вместо того, чтобы броситься в объятия любимой женщины, втянется в компьютерную игру или уйдет с головой в чтение интересных книг. И это еще в лучшем случае. В худшем на смену компании может прийти алкоголизм или азартные игры. Второй способ понять друг друга заключается в постановке себя на место любимого человека. Но и это сделать следует грамотно. Ведь часто люди ошибаются, применяя этот метод. И мы уже рассказывали, как конкретно. Ну, если бы я была на его месте, я бы отказалась от общения с друзьями. Что тут такого-то? Мне было бы достаточно и любимого человека. Нет, подобное применение метода понять друг друга вам не поможет, а только еще больше запутает. А чтобы действительно понять любимого человека, попробуйте представить, что вас просят отказаться от того, что для вас действительно важно и ценно. Допустим, для жены очень важна ее работа. Вот пусть она и представит, что муж вдруг потребовал, чтобы она ее бросила. Какие мысли возникнут у жены в этом случае? Например, такие. Почему же я должна уходить с работы? Она дает мне энергию, радует, позволяет реализовать себя в социуме, да еще и деньги хорошие приносит. Я, конечно, люблю своего мужа, но он никогда не сможет заменять мне любимую работу. Мне будет грустно и тоскливо, я стану раздражительной. Как вообще можно ставить на противоположные чаши весов работу и семью? Именно это и чувствует муж, которого жена просит бросить друзей, важных и ценных для него людей. И я думаю, после проведения такого эксперимента, жене больше не придет в голову требовать от супруга отказаться от общения с друзьями ради нее. И понимания в их семье станет гораздо больше. Итак, мы попытались ответить на вопрос, как понять друг друга и что делать с проблемой непонимания в семье. Если вам знакомы подобные случаи, надеемся, наши способы и методы понять друг друга вам пригодятся. Наш портал саморазвития искренне желает вам понимать друг друга и никогда не конфликтовать. Следите за обновлениями нашего канала. Мы также расскажем вам о том, как заставить мужа помогать по дому, как избавиться от ревности и как вообще избежать конфликтов. До новых встреч! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!